Привет, друзья! С вами Наташа. Сегодня у меня готовка. Все очень долго ждали, писали Наташа, когда уже будет готовка. Но я подробно ничего не снимала, а думаю, быстренько вам покажу, что я приготовила. Блюда у меня простые. Сейчас просто скажу, как готовила и покажу, что именно. На первое у меня борщик. Борщик со свеклы на куриных косточках. Куриные косточки отварила, сняла мяско. Вот, порезала кубиком картошечку, все это сварилось. И у меня была консервированная свекла, вот это кубиком, у меня есть рецепт на канале. Вот, я сделала зажарку, морковка, лук, дальше чуть-чуть лимоночки, кетчуп, приправа для шашлыка. Все это пережарила, перетушила, добавила сюда, потом открыла баночку с этим, с борщиком. Ну, не борщиком, а со свеклой. Вот, сюда все вылила. И потом только уже попробовала на вкус, потому что там же маринад. Вот, добавила, что надо. Добавила сюда чесночок, этот укропчик, перец и все. Вот такой у меня борщик получился. Будет со сметанкой. На второе у меня вот такое пышное пюре. Как я делаю пюре? Картошку отварила, без соли. Просто варю картошку, воду сливаю полностью. В это время у меня в черпачке кипятится молоко. У меня молоко домашнее. Вот, прокипятила молоко. Когда воду свела, добавила кусочек масла, посолила, все помяла. Потом добавила сюда молоко. И начинаю миксером взбивать. Именно миксером, не блендером. Потому что если блендером, то получится как клей. Вот, миксером взбиваю, чтобы не было комочков. И потом уже под конец, на эту кастрюлю у меня здесь 5 литров, 2 яйца вбила. Прямо под венчик. Яйца у меня домашние, поэтому и цвет такой красивый. Ну и я не переживаю, что они там будут плохие. Но даже если магазинные, температура горячая. Поэтому термическую обработку яйца проходит. Для чего яйца? Для того, чтобы пюре получилось пышное, такое воздушное. Вот пюре, оно у меня завернуто было в подушках. Вот, ждала вечера. Сейчас у меня как раз все с работы, со школы приходили. И вот я сейчас засниму, буду их кормить. Но у меня все горяченькое. Дальше здесь у меня к пюрешке отбивные. Отбивные куриные. Куриные грудки порезала. Отбила, посолила, поперчила. И потом в отдельной миске натерла на бурячную терку сыр. Добавила туда яйца. Чеснок. Чуть-чуть посолила. Антошка звонил, сбил меня. Я сейчас на родительском собрании. Решил пойти вместо меня, пока я кушать готовлю. Заново скажу. Так, мясо отбили. Потом отдельно трем на терке бурячный сыр. Яйца добавляем сырые. Чеснок. Можно чуть-чуть посолить, но я не солю, потому что сыр соленоватый. Все, все это взбили. Получается яичная такая сырно-чесночная смесь. Мясо обваливаем в муке с двух сторон. И потом в эту смесь и жарим на подсолнечном масле. Ну, можете на жару, кто как любит. Все обжариваем с двух сторон. Получается очень много и вкусно. Эти отбивные меня очень любят. Дальше здесь у меня салатик. Салат огурцы, помидоры свежие, капустка, которую я покупала. Этого сезона написано, молоденькая. Укропчик. Чуть-чуть соли. Заправлю сметаной с майонезом, когда буду подавать. И на десерт у меня пошла в погреб. Взяла компотик. Видите, такой темный. Вишня. Смотрю, клубника. Не знаю, малина есть или нет. Нужно такое темное. Попробуем. Я не пробовала. Налью в стаканчик. Дети, они скажут. И печенье сэндвич. Печенье у меня на свином жиру. Очень вкусное. Жир не чувствуется. Видите, такое оно пышное. Вот. Ну, подробный рецепт я вам скину. Потому что сейчас не помню с головы. Скину внизу, закреплю в комментарии. Все. Дело с творожком. Можно делать с вареньем. Нам с творогом нравится. Он получается как... Ну, вот с творогом сочни раньше были такие. Я уже говорила в видео. Видите, у меня блюда такие, которые я постоянно... Которые у меня семья любит. Я готовлю. Все. Так что, видите, только целая-целая бадья получилась. Это одна порция. Здесь немного. Ой, сколько? Два. Сейчас вспоминаю. Два яйца. Сбить со 150 грамм сахара вилочкой. Потом добавить туда гашеную чайную ложку соды. Уксусом я гасила. 150 грамм жира. И где-то 3-4 стакана муки замеси тесто. Вот. Кусочек теста я чуть-чуть оставляю. Потом с мукой перетираю, чтобы вот такая крошечка получилась. Можно заморозить на терке, натереть. Все тесто я выкладываю на противень. Можно раскатать, можно руками выложить. И сверху творог. Я, получается, взяла домашний творог. Добавила 2 яйца, сметаны, сахара. Ну, это по вкусу. Кто любит послаще, кто нет. Тоже руками размешала, блендером не взбивала, чтобы оно не превратилось в жидкость. Вот. Разложила все по тесту и сверху присыпала вот этой посыпочкой. Все выпекала до румяной корочки. И шикарное печенье. Потому что у меня жидко, которое я покупала, 2 пачки, которые в шоколаде съели. Но думаю, чтобы третью и не начинали. Я приготовлю. Тем более, меня Игорь любит. Завтра 23 февраля. Сделаем шашлычок. Он сейчас мясо купил. Так что завтра просто у нас шашлык будет. А сейчас вот такой вот у нас ужин. Все. Так что показала, что приготовила. Надеюсь, вам было полезным видео. Что-нибудь для себя возьмете. Может, тоже такое приготовите. Вам всего хорошего. Спасибо, что заходите. Не забывайте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok